Монохромность зимних пейзажей весьма обманчивый стереотип. Многообразие оттенков, полутонов и красок поражает воображение. Стоит лишь всмотреться. Привычные глазу картины внезапно выглядят совсем иначе в морозный день или в пасмурный, в сумерке или во время снегопада. И это не могло не интересовать самых великих пейзажистов, чутких, к тонким переменам состояний окружающего мира. Самым известным произведением Алексея Саврасова считается полотно «Грачи прилетели». Оно находится в Третьяковской галерее. Но висящая в экспозиции Рязанского художественного музея картина производит ничуть не менее глубокое впечатление. Художник обращает внимание не на удивительную пышность и богатство русской природы, а на внешний ничем не примечательный уголок и удивительно пронзительные оттенки голубого неба. Говорят, что такой цвет бывает всего два раза в году, в самом начале весны и в конце зимы. Завораживающий. Просто сложно пройти мимо. Это полотно создано через полтора-два года после написания знаменитых «Грачей». Здесь изображена зимняя дорога на окраине Москвы с вековыми деревьями, покрытыми инеем. Крестьянин везет дрова к дому, который виднеется на заднем плане. При этом здесь в одной картине уложилась целая история, как и в пастели Валентина Серова «Зимняя дорога в Домотканово». Только здесь история сугубо личная, философская, для каждого своя. Незаметными в переходах оттенками серо-коричневого цвета мастер передает удивительную атмосферу мягких зимних сумерек. Работа проникновенная и глубоко лиричная. И вот сейчас так легко представить, когда наступает темнота, цвет снега становится ярче и белее, чем цвет неба. А очертания предметов как бы размыты и расплывчатые. Хочется стоять, думать о чем-то хорошем. Вот эта тема дороги, тема выбранного пути – это всегда понятно и всегда очень близко любому человеку. А на этом полотне изображена лыбедь, знакомая каждому рязанцу место. В зимний день кисти Ивана Куриленко. Желтеющий закат, скованные инеем деревья и общий оттенок восприятия – сиреневый. Я очень люблю эту картину. Художник потрясающе талантливый, невероятный колорист. Долгие годы он преподавал в Рязанском художественном училище. Куриленко привез в Рязань вот такую любовь к яркому солнцу, наслаждению окружающей средой и вот такой прозрачный воздух на этой картине мы тоже видим. Зима за окном на полотне Кустудиева останавливает и заставляет подумать об изображенной на нем девушке с цветами, как и городские пейзажи, ведь в городе зима совсем иная, чем за пределами. Этот пейзаж кисти неизвестного художника встречают посетителей в самом начале экспозиции. Его тоже можно долго рассматривать, вдыхая запах морозного лесного заката. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».